Какое будущее ждет роботов-убийц? С 13 по 17 декабря в Женеве пройдет шестая конференция по рассмотрению действия Конвенции об обычных вооружениях под эгидой ООН. На ней государства-члены должны решить, следует ли вести переговоры о заключении договора, запрещающего использование оружия, которое не контролируется человеком. Эксперты считают, так как подобные разработки ведут многие страны, обязать их всех отказаться от перспективного вида оружия практически невозможно. «Страны, которые обсуждают этот вопрос в ООН, однозначно в большинстве своем выступают за новый закон, новый юридически обязательный документ, договор или протокол. Но есть несколько стран, которые выступают против. И в первую очередь это Россия, Соединенные Штаты, Израиль и Индия. Не случайно, это те же страны, которые дальше всех продвинулись в разработке роботов-убийц». Human Rights Watch, как и другие неправительственные организации, а также ряд стран призвали к полному запрету на любое оружие, которое может использовать смертоносную силу без человека, наблюдающего за процессом и отдающего окончательный приказ на убийство. Они опасаются, что появление интеллектуальных военных систем на черном рынке представляет огромную угрозу для человечества.